Счастливые улыбки и праздничные настроения вовсе не сценарный план, а настоящая неподдельная радость. Ведь учиться в такой современной школе – мечта каждого ребенка. На долгожданное открытие образовательного учреждения приехали и почетные гости. Специально для них учащиеся подготовили выступление. Изобретение, открытие летят сквозь время так стремительно, и стоп, ученый человек. Примечательно, что открываются школы именно в День российской науки. Главного хороших отметок сегодня желают школьникам вдвойне. Ольга Васильева отметила, что возможности школы позволят реализовать в ней не только учебную, но и дополнительную деятельность. Не первый раз в республике, второй раз, но я никогда не видела, чтобы, подъезжая к школе, мы еще переговорили с коллегами, был очень сильный туман. А когда мы уехали сюда к вам, вдруг туман растился, солнце как раз на новой школе. Это очень знаково, потому что сегодня вы пойдете в замечательную школу. Рядом осталась старая школа, в которой долгие годы учились ваши мамы, папы, учились ваши родственники. Это, наверное, тоже станет частью истории. Настолько знаменательный день, потому что в этой школе, именно в День науки, мы с вами можем узнать столько нового, много, столько всего замечательного. Наши дорогие учителя и наши родители определяют наш дальнейший путь, потому что я уверена, что здесь не только будет замечательная учебная программа, это будет неурочная, это будет дополнительная деятельность, потому что школа позволяет это делать. И я от всей души поздравляю в первую очередь родителей, учеников, руководства, руководства Школы Республики с таким замечательным подарком. Еще раз с праздником. Сегодня по всей России открываются новые объекты, обновляются они. И вот прям мы наглядно видим, как уже сказала Ольга Юрьевна, это вот старая школа, теплая, старая, хорошая школа, но она 57-го года, выпуска прошлого века. И вот сегодня мы видим новую школу. Получается в эту новую оболочку, качественную, современную, с современными классами, с современным спортзалом, с современным стадионом, с современным оборудованием, в эту новую оболочку входят старые, хорошие, позитивные традиции, которые были накоплены в той школе. Эти традиции входят с учителями, опытными. И спасибо вам большое, дорогие учителя. Мы, Северо-Кавказский регион, находим колоссальную поддержку именно в ликвидации трехсменки, снижению двухсменки, ну и, конечно, полной ликвидации очередных дошкольных учреждений. Мы буквально еще вчера, наверное, в эту старую школу ходили, смотрели, и общественный совет села, и учителя, все мечтали о школе. И даже думали так, появится эта школа когда-нибудь или нет. Она уже сегодня есть у нас, эта школа. В этом же селе сейчас строится дошкольное учреждение. И хочу вас проинформировать, уважаемый Ольга Юрьевна, Сергей Викторович, что мы уже практически закрываем в этом селе такое понятие, как очередности, или трехсменку, или даже двухсменку, полностью. На ближайшие, там, как минимум, десятилетия. Это большой плюс для села. Ну, конечно, от вас, детишки, требуется полная отдача. И вот долгожданный момент. Но вместо привычных ножниц и красной ленточки – открытие нового храма знаний. Здесь номинуют огромным карандашом и императорским приказом. По велениям учинить новое здание школы села Мужичи. Младым людям, по дирекции учителей наукам обучаться, и при том надежду иметь, произойти и учителям своим наследовать. В новой школе на 320 мест условия самые современные. Просторные и светлые классы, объемные коридоры, актовы за, большая просторная столовая и три спортивные площадки. Возвели образовательные учреждения по программе повышения устойчивости жилых домов. Основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах России за 2009-2018 годы. Здесь учащиеся смогут не только получать знания, но и развивать свои способности, которые уже демонстрируют почетным гостям. Это автоматизированное судно-мусорозбойщик, которое позволяет собирать мусор с поверхности воды. Сами издает рудуя, да? Да, мы сами придумаем. Построено это на платформе Артуина Унов, в которой заложен программный код, чтобы управлять вот этими моторчиками и шаговым двигателем, который включает. Включили модель, анимационную мы сделали, мы обучаем. Образовательная программа тоже особенная. Гуманитарии, биологи, математики детей будут делить по талантам. И здесь же они будут трудиться над домашним заданием. Не говоря уже о целом списке дополнительных кружков. Вокал, шахматы, дзюдо и многое другое. А учащиеся выпускных классов будут изучать навыки самых востребованных рабочих профессий. Амина Шадеева признается, учиться в таких условиях будет одно удовольствие. Как бы светлее, чище. В старой школе у нас было двух смен. Две смены мы учились. Это было сложно. У нас не было микроскопов или каких-то предметов, чтобы изучать его или изучать элементы. А в новой школе появились элементы и микроскопы. У нас представилась возможность учить биологию. Образование одно из приоритетных направлений развития не только республики, но и всей страны в целом. Совет при президенте рассматривает один из самых масштабных нацпроектов образования. О нем после торжественной части на встрече с педагогами Ингушетии рассказала министр просвещения. В Советском Союзе было три министерства. Было министерство просвещения, куда входили все педагогические вузы, в том числе и школы страны. Был комитет по науке и технике. И было министерство высшей школы и среднепрофессионального образования. Сейчас введение министерства просвещения – общее образование, среднепрофессиональное, дополнительное и образование, дополнительное образование взрослого населения, о чем я тут тоже буду говорить. Потому что мне очень понравилось, когда уважаемый глава республики проходил по школе, мы посмотрели спортивный стадион. Он роскошный. Такого стадиона можно не всегда встретить в городских учреждениях. Современные родители, цифровая образовательная среда, учитель будущего, успех ребенка. Всего в него войдут 10 федеральных проектов, на основе которых регионы должны привести в соответствие свои отраслевые программные базы. В проекте образования две цели. Первая цель – это воспитание гармонично развитой личности на основе наших традиций, прежде всего культурного наследия. Это очень важная цель, потому что долгие годы, я бы сказала, несколько десятилетий, воспитание не было определено как стратегическая цель развития российского образования. А вторая цель, которая определяет указ, это вхождение российского образования общего, то есть школьного, в десятку лучших систем мировых. Завершая доклад, Ольга Васильева выразила уверенность, что и новая школа будет стараться реализовать поставленные задачи. Но директор уже точно знает, в ближайшее время эта сцена превратится в подмозг и театр и команда КВН. Среди молодых учителей ее новой школы есть и фанаты драматического искусства и спорта. Школа, где каждый ребенок сможет реализовать свои возможности. Здесь есть огромный стадион, спортивный зал, столовая, актовый зал, 15 классных кабинетов и хороший оснащенный компьютерный класс. Думаю, здесь у нас не будет никаких проблем. Я думаю, что новая школа будет нас радовать и с завтрашнего дня мы уже будем заниматься в этой школе. Старое здание школы 1957 года постройки будет снесено. Ликвидация двусменного обучения – вот главная цель, с которой возводится в Ингушетии объект образования. По данным регионального Минобразования, она сократилась на 27% за последние годы. Шарадат Холухоева, Тамилан Ужахов, Новости 24.